Играет музыка История, вот я остановился, я ее закончу, потому что это самый свежий случай, это случай, который появился буквально, по-моему, позавчера, и поэтому вопросов еще много, я думаю, по нему будет. Вы, наверное, слышали, кто не слышал, забейте сегодня в интернете поисковые слова, ФБР рассекретила материалы о катастрофе НЛО в розове. Значит, и, разумеется, честно говоря, очень неожиданный такой шаг, казалось бы, потому что с какой такой стати ФБР будет расшифровывать такого рода документы. ФБР, во-первых, формально никогда не пускает утки. Это не та организация, утки пускают другие. ФБР скрывает документы, но не рассекречивает. И, в конце концов, если рассекретили такого рода документы, то, извините, тогда все, так сказать, вопрос закрыт, инопланетяне есть, в документе четко об этом, так сказать, говорите. Тогда, значит, и все остальные надо рассекречивать, по логике, потому что слухов достаточно достоверных, к слову сказать, фактов, их очень много. Значит, то есть, короче говоря, вопросов к этому случаю достаточно много, поэтому у большинства людей складываются очень большие сомнения в отношении этих документов. И они могут оправдаться эти сомнения, потому что иногда подбрасывают документы, якобы рассекречивают, а через некоторое время намеренно, это делается намеренно, если документы, подделка. Их, естественно, если их делают профессионалы, то и подделывают профессионально, но всегда в таких случаях, если назначение подделки, сокрытие другой информации, то всегда в подделку вкрапляют намеренная вставка в какую-то, которую потом очень легко, как бы наглядно продемонстрировать, вот это на самом деле подделка. Ну, это, конечно, не мы делали, но мы раскрыли эту подделку. Ну, например, там, подпись на документе будет взята с ксерокса, какого-то известного документа из Библиотеки Национальной Библиотеки Конгресса США. Естественно, никто из нас не в состоянии проверить все документы, все подписи, похожи они на другие подписи, на других документах. Любой президент подписывал миллион документов. Проверьте, сречите все эти миллионы подписей. То есть, это немыслимый труд, это может сделать только тот человек, который знал, откуда он эту подпись скопировал. Только вот. Поэтому это называется намеренной подделки. И намеренная эта подделка или подлинная, мы узнаем, я думаю, обычные утки вскрывают спустя 2-3 недели. Вот посмотрим, как сказать, выждем 2-3 недели. Но пока могу сказать, на самом деле, чтобы вы поняли, что ФБР вовсе... На самом деле, ФБР не раскаивается в том, что они нас обдурили, и они отныне не будут рассекречивать нам все документы об НЛО. Это, так сказать, скорее против их воли произошло. Значит, а ситуация, на самом деле, сложнее, чем кажется. На самом деле, эта история имеет отношение к... В общем, это долгая, запутанная история. И в двух словах она звучит так. Примерно 13 лет назад, при странных обстоятельствах, умер бывший цирушник по фамилии Филипп Корса. Этот цирушник, достаточно старый человек, это не какой-нибудь фантазер, это очень заслуженный ветеран, очень многих тайных воин. Начал он свою карьеру молодым шпионом, военным разведчиком. Он работал нелегально в фашистской Италии в годы Второй мировой войны. После войны в 1947 году он был руководителем службы безопасности базы Розуэлл. Той самой базы, о которой, так сказать, теперь знает каждый школьник. И когда там произошли события 2 июля 1947 года, когда там упала летающая тарелка, то именно этот человек, это документально, так сказать, известно, что не какой-то неизвестный, так сказать, Джон какой-нибудь или Смит, а именно Филипп Корса занимался тем, что пытался впарить общественности всякие глупости. Именно он дурил общественность специальными намеренными провокациями и утками. Именно он пустил утку о том, что летающая тарелка упала на ранчо Брезила. Это фамилия местного ковбоя, который просто увидел лоскутки, похожие на то, что мы сейчас называем FT, экрановакуумная теплоизоляция. Но это слово мы знаем, это слово знаю я, потому что сейчас я инженер по аэрокосмическим аппаратам, и у нас это используется достаточно давно. Ну, давно я имею в виду, там, 60-х, 70-х годов. Но в 47-м году этого слова не было, и этого материала не было. И поэтому Брезилл описал его как фольга, как будто бы как от шоколадки, но такая мягкая, как ткань. Ее сминаешь, ну, вот эту серебряную оболочку от шоколадки сминаешь, и она не разминается. А FT сминаешь, и она раскрывается, ну, как тряпка, как любая тряпка. Тогда такой не было. Сейчас FT ведет себя совершенно так же. И поэтому, когда я читаю описание Брезилла, которые звучат, ну, естественно, восхищен, он первый раз с этим столкнулся. Да все с этим первый раз столкнулись. Но, ну, я, может быть, понимаю спустя, там, уже полвека, что на самом деле ничего удивительного в этом нет. Ну, понятно, мы теперь умные, мы теперь, у нас сотовые телефоны у каждого, и видеокамеры, поэтому мы умнее всяких Брезиллов. Не в этом удивительно. Удивительно другое. Брезилл нашел всего-навсего эти лоскутки, которые разбросала летающая тарелка, которая аварийно снижалась. Упала летающая тарелка в десятках километрах от рачу Брезилла. Но Филипп Корса, в тот момент дурачивший общественность, пустил утку, что летающая тарелка упала на ранчо, на этом ранчо. Он пустил журналистов по ложному следу. Вот так, выражаясь, так сказать, нормальным языком, вот так звучала его, так сказать, помощь общественности. Это потом люди, и до сих пор не могут понять, ну, с какой стати военный звонить на радио и говорить, а вы знаете, где упала летающая тарелка? А вот она упала на ранчо Брезилла. И сейчас, до сих пор, так сказать, люди не могут понять, зачем они звонили. Такие вот наивные. Ничего наивного они. В общем, короче говоря, этот Филипп Корса выполнял свою нормальную работу, как положено ЦРУшнику. То есть дурачил общественность, скрывал правду. Вместо одного места указывал другое. Потом, так сказать, одурачили бедного Брезилла. Потом заставили его... Очень быстро он поменял свои показания. Ну, в общем, эта история такая запутанная, длинная и очень неприятная. Особенно для Брезилла, который проклял все на свете после этого случая. Его сделали дураком. И, в общем, он поклялся больше ничего никогда не связывать со своими. Но прошло полвека. И Корса вышел на пенсию. И потихоньку, когда он работал, он получал за это денежки. Понятно, он работал не на совесть, а за... Как это сказать, не за совесть, а за... Ну, за деньги, короче говоря. А может быть, за совесть работал, да. Но теперь, когда на пенсии, он стал задумываться о другом. О вечном, о бренном, о смысле жизни и так далее. И, в конце концов, он плюнул на все и сказал, вы знаете, а теперь я считаю, что скрывать это нельзя. И он рассказал журналистам, как все было на самом деле. Вот, я очень кратко изложил эту суд. Очень кратко. Там история гораздо более красочная. Вот. И понятно было, журналисты ему, как бы, прозрачно намекали, что после этого вы долго не проживете. Вам просто... Ну, понятно, что такие предательства в ЦРУ не прощаются. Он тогда сказал, я цитату почти точную его привожу, что если мне на голову упадет случайно кирпич или раздавит грузовик на дороге, случайно, совершенно случайно, никаких намеков, то через некоторое время некоторые документы, о которых я говорю, попадут в прессу. Не сразу, но через некоторое время. Вот, через некоторое время Брэзил совершенно случайно, никаких, как бы сказать, намеков, не подумайте, что я плохого говорю, он быстренько получает один за одним три инсульта. Медики говорят, вообще-то, так сказать, ну, вот при том сочетании его боли, его здоровья, это невозможно. Ну, это, естественно, чисто случайное совпадение, он чисто случайно быстро умирает. Значит, и проходит 12 лет, и в прессу попадает документ, о котором он говорил. Ну, по крайней мере, два документа, вот я их показываю, краткое содержание которых, там, четко, черным по белому, значит, как один агент ФБР докладывает о том, как были найдены погибшие пилоты летающей тарелки. Он описывает их как 90-сантиметровые существа. Тут, так сказать, четко, еще раз подчеркиваю, черным по белому. При этом, этот документ появляется почему-то на официальном сайте ФБР. То есть, это не, как сказать, это не доморощенный документ, это официально. То есть, короче говоря, вот это очень запутанно, очень сильно интересная, интригующая история, которая началась позавчера. На самом деле, это, вот то, что я рассказал, это очень краткое ее описание, но я это рассказал для того, чтобы было понятно, что, что все гораздо сложнее, чем журналисты нам преподносят. Я понимаю, у журналистов такая работа, им нужно за две минуты объяснить то, что я вам рассказывал три часа. И поэтому они идут по пути наименьшего сопротивления, и они говорят, что все дураки. И главное, что все довольны, потому что все согласны с этим. Уфологи дураки, а ФБРовцы всех обманули. Ну и, как бы, вот все на самом деле гораздо сложнее, и, как бы, запаситесь терпением. Я думаю, через некоторое время мы узнаем, но в любом случае, это не просто, так сказать, случайность. Я думаю, это подвиг одного, конкретно, отдельно взятого человека, который, и поверьте, так сказать, таких людей, в общем-то, не единицы, но вот в данном случае это его заслуга. То есть это не утка вот в таком простом понимании. Это ее происхождение не случайно. Вот то, что я хотел сказать. Сколько у нас минут? Девять. Девять. Медведец, как гряда, в двух словах. Можно подавляться ей вопрос. Фотографии, которые уже просто странины, а инфультиан, которые препорируют, несколько фотографий, в тех видео. Их достойно. Вы говорите про видеозапись. Ну, фотографии... Фотографии, про черно-белого, плохого качества. Ну, просто есть видеозапись черно-белого, плохого качества, а с них делали фотографии. А есть... А есть снимки без видеозаписи? Ну, будет снимки. Значит, я не хочу однозначно говорить, да, это подделка или нет, это не подделка. Почему? Потому что вокруг этой видеозаписи... Я говорю о самой известной видеозаписи, 15-минутной. Я говорю о тех фотографиях, которые сейчас будут на всех милосердках. Эти фотографии сделаны с той 15-минутной видеозаписи. Поэтому фотографии это вторичные, первичная та видеозапись. Вот споры идут по поводу той видеозаписи. Могу сказать, я слышал авторитетные мнения за и авторитетные мнения против. Честно говоря, мое такое личное мнение, чаша доверия больше перевешивает в пользу тех, кто за. Потому что их доводы сильнее. Доводы противников имеют слабые стороны. Ну, например, я просто пример приведу. Я не хочу все перечислять, их доводов очень много. Но один из доводов, например, что те, кто производит вскрытие этого тела, они явно по их движениям... Ну, наверное, мы здесь, среди нас, наверное, нет патологоанатомов. И нам сложно определить по их движениям, профессиональны они или нет. Потому что мы не профессионалы. Поэтому мы доверяем, так сказать, мнению. Вот я знаю, лично знаю патологоанатомов, которые говорят, да, это профессионалы работают. Но есть точно такие же уважаемые мною люди, подчеркиваю, мне они... Я понимаю, что и те, и другие, как бы сказать, говорят искренне. Но есть те, кто говорит, нет, вот это он делает так, как мы профессионалы не делаем. Это делает неправильно, это делает неправильно. Это довод против. Но вот этот довод, мне кажется, слабее. Потому что на самом деле, по практике секретных операций, мы прекрасно знаем, что когда речь заходит о вскрытии какого-то необычного объекта, то есть непростого трупа, который проходит через руки патологоанатома каждый день. Извините, он столько вскрывает, сколько мы пельменей за жизнь не съедали. Но когда речь идет о не просто очередном трупе, а о таком экземпляре, то не факт, что выберут профессионального патологоанатома. Скорее, из соображений безопасности выберут любого медика, или даже фельдшера, или даже зоотехника, но такого, у которого будут погоны. То есть, которого можно, так сказать, заткнуть ему рот точно. А вот приглашать профессора со стороны, профессионала, никто никогда не будет. Поэтому это нормальная практика для подобного рода вещей. И поэтому я пока не хочу, не на чью сторону вставать, но скорее, вот мои симпатии, что ли, или скорее вот чаша доверия на стороне сторонников. Вот вкратце. Вы хотели что-то коротко, да? Да, да, да. Существует довольно логичная теория о том, что летающие тарелки были разработаны фашистской Германии. Это не теория, это история. Ну, то есть, потом эта технология была принята Соединенными Штатами, довольно высокая по тем временам, опережала это время, опережала науку лет на 30, но в целом ничего фантастического из себя не представляло. И сейчас эта технология используется секретными американскими службами для получения информации, разведки, как самолеты-шпионы или спутники-шпионы. Ну, что называется, вот вы очень много информации сказали, и каждая из этих информаций, вот, надо разбирать по отдельности. Что-то, что называется, частично правда, что-то, скорее, неправда, чем правда, что-то, скорее, правда, чем неправда и так далее. Но ни один фрагмент из того, что вы сказали, однозначно нельзя сказать, да, да, вот так оно и есть. Потому что все, частично, да, нацисты имели летающие тарелки, имели. Но это были аэродинамические летающие тарелки, то есть, иными словами, объясню, в чем разница. Да, можно создать дисковидный летательный аппарат, который будет внешне выглядеть как летающие тарелки, и такие аппараты создавали. И мы делали, и первыми... нацисты делали, а еще до них в 2010 году дискообразные самолеты делали, а еще у нас в МАИ делали дискообразные летательные аппараты. И в том числе и небольшие летающие тарелки делали, аэродинамические. То есть, количество их огромное. И для тех, кто хочет, как бы сказать, подробнее, есть у меня книжка, называется «Земные летающие тарелки». Это история, на самом деле, огромная, но в сухом остатке. Да, можно создать летающие тарелки, и создавали, и нацисты создавали. И надо сказать, действительно, они обогнали в своих технологиях, и не только в этих, в ракетных технологиях они обогнали, извините, настолько, что хорошо, что война закончилась, и их технологии попали к нам. Иначе бы Гагарин полетел бы не в 61-м году. Знаете, когда Циолковский предрекал, что с тем уровнем развития техники, что в Советском Союзе, когда полетит, ну не Гагарин, конечно, первый человек в космос. Через 100 лет. Да. То есть, мы еще с вами не доросли до первого полета человека под Циолковскому, которого тогда называли безумным мечтателем. Понимаете? Вот она, так сказать, правда жизни, что даже безумный мечтатель не мог такого скачка предсказать, который мы получили благодаря нацистам, ну в какой-то степени. Ну, на самом деле, конечно, не только им. Наш Королев, в общем, достоин, я думаю, что продвинул технику лет на 30 тоже как минимум вперед. Но в любом случае, у нацистов были летающие тарелки. Да, там секретные летательные аппараты есть и сейчас, и у тех же американцев тоже. Извините, а мы что? Мы не делали секретных летательных аппаратов, и мы делали только, извините, разница между нашими летательными аппаратами и теми летающими тарелками, о которых идет речь, настолько вопиющая, что, как бы сказать, списывать одно на другое, вы знаете, в темноте меня можно обмануть и показать Жигуленок и сказать, что это Мерседес. Но, извините, вот если мне покажут летающую тарелку, сделанную человеком, и НЛО подобные, техногенные НЛО, одно отличается от другого гораздо больше, чем Жигули от Мерседеса. Принципиально, хотя бы потому, что наши летательные аппараты все, абсолютно, без исключения, и дискообразные, и все остальные, они летают по нашим законам. Они подчиняются законам инертности, например, законам аэродинамики и прочим, прочим, прочим. Вот приходите к нам в МАИ учиться, и вот как с первого курса вам, так сказать, начнут втемяшивать в голову эти все законы, и вот к пятому, к шестому, так сказать, вы все это поймете. И вот за эти законы ни один летательный аппарат, ни наш, еще не перешел. И визуально как это отличается? Да потому, что наши летательные аппараты не могут, например, ускоряться быстрее, чем 8G, например. Самая быстрая, пилотируемая, хотел сказать, летающая тарелка, летательный аппарат, самый быстрый, и самый быстро маневрирующий, ну это, например, истребители наши, самого, так сказать, последнего поколения, где очень тренированные мужчины в самом рассвете сил, что называется, там, 23, там, 28, 30, это уже старик, он уже не потянет такие перегрузки. 30 это все. И при этом они в таких костюмах находятся, противоперегрузочных. И все равно это настолько сильные нагрузки во время маневров, там, 5G, 8G, что это люди, которые теряют сознание на таких перегрузках. Но машина их вытаскивает, умные машины делаются. Так вот, я говорю всего-навсего о 5, о несчастных, 5, 8G, несчастных. Наши ракеты стартуют, космонавтов тренируют на перегрузки, которые на старте на ракеты действуют. 4, 5G максимум, в среднем шаттл взлетает, там перегрузки 2, 3G, это детские, так сказать, шалости. Это вы можете в аттракционе, ну, я не знаю, там, наверняка в Твери есть какой-нибудь аттракцион, где вот так вот вращают по-быстрому. Там тоже 2, 3G вы можете получить, так сказать, играючи. И переживете, ничего страшного. Но 8G, это тренированный мужчина в противоперегрузочном костюме, теряет возможность видеть, теряет возможность контролировать ситуацию, он пальцем не может пошевелить, теряет возможность говорить и прочее, прочее, прочее. Он эту перегрузку может пережить только на протяжении, там, долей секунды или считанных секунд. Если эта перегрузка продолжится долго, он погибает, тренированный мужчина. Значит, те, я так долго это объяснял, чтобы вы поняли. Да, кстати говоря, человек может перенести больше перегрузки, на самом деле. Причем в быту, например, когда Жигуленок на скорости 60 км в час врезается в бетонную стену, то водители испытывают перегрузку при этом порядка 25-60G. Значит, что бывает с водителем, испытавшим такую перегрузку, я думаю, вы знаете. Некоторые выживают, но не все. Значит, максимально рекорд человека, который перенес перегрузку и остался жив, относительно здоровым, относительно, это 24G. Был случай, когда космонавты садились с такими перегрузками. Это рекордсмены. Они испытали ее в течение доли секунды, и поэтому остались живы и здоровы. Значит, самый большой рекорд поставил гонщик, я не помню его фамилию, но если здесь есть фанаты гонок, тем, может быть, подскажут. Этот гонщик вырезался в бетонную стену, только уже не на Жигуленке, а на болиде Формулы-1. В бетонную стену на скорости там, ну, болиды летают там 200-250 км в час. Он остался жив, но испытал там 15 случаев, впадал в кому, там несколько десятков переломов получил. В общем, короче говоря, он жил под капельницей несколько месяцев и в конце концов помер. То есть он не вернулся, он даже инвалидом не стал. А получил он всего-навсего, это рекорд, который никем не превзойдет, я имею в виду, из живых. 120 Ж. Вот я рассказал ужасы, которые принято повторять, только не пробуйте это, при этом надо говорить, только не пробуйте это повторять. Значит, нормальный человек, вы все, ну, нормальные, здоровые люди, 2-3Ж и не больше. Если вы очень супергерой, 8Ж в течение трех секунд. Значит, и последнее, что я хотел сказать, вот эти летательные аппараты, о которых мы говорим, они летают. Не наши летательные аппараты, тысячи же. После этого, вот эти две цифры, как бы сказать, наши несчастные единицы же и те тысячи же, после этого спорить о том, наши они или нет, не имеет смысла. Они не американские, они не русские, они не японские, они не наши, они не земные. Это не наша аэродинамика, это не наши законы, это не наша физика. Нам до этого расти и расти. Это не значит, что мы никогда не будем это делать. Это значит, что те, кто знают, я это знаю, что это не наши, те понимают, что мы рано или поздно научимся это делать. Но те, кто, как бы сказать, разбирается, он понимает, что речь идет о очень высоких технологиях. Кто их освоит первым, тот будет, извините, править миром. То есть, очень велика ставка. Поэтому не удивляйтесь, что умные страны на работу в области уфологии вкладывают огромные деньги. Это, так сказать, мы работаем в нашей стране. Я же говорил об умных странах, поэтому я не имел в виду те страны, где этим занимаются энтузиасты. Я имел в виду те страны, где этим занимаются хорошо оплачиваемые государственные лаборатории. Вот они как раз работают на очень высоком уровне. И помимо того, что они этому уделяют внимание, вот эти раскрытия технологий, они еще занимаются и многим другим. А чем вы спросите? А тем, что создают для нас с вами огромное количество дезинформации. Вот тех уток, о которых я говорил. Для того, чтобы мы хихоньками-хахоньками занимались, для того, чтобы наши замечательные правдивые телеканалы нам в очередной раз рассказывали байку, что только сумасшедшие интересуются этой темой. А настоящие серьезные ученые, конечно, знают, что этого быть не может. Вот вкратце, так сказать, ситуация в мире. И нравится она вам, не нравится, мне она не нравится. Но, что называется, от этого, так сказать, от того, что она мне не нравится, она не становится пока другой. Ну, к слову сказать, последнюю фразу, которую молодой человек сказал, я прокомментирую еще, я не могу не прокомментировать, поскольку фраза очень серьезная по поводу того, что они... Используют вот эти вот летающие тарелки для разведывательной деятельности. Ну, вот да, вы сказали так, но я немножко по-другому скажу. Да, они не могут, конечно, использовать именно эти летающие тарелки, извините, еще слабоваты в коленках для этого. Но, видимо, создать, ведь сами понимаете, обыватели, чтобы обыватель принял летательную операцию, летающую тарелку, это достаточно несложно. Театральное действие, ну, если, извините, китайский фонарик стоимостью 100 рублей может, там, тысячи людей привести в замешательство, то более дорогие штучки могут привести в замешательство уже даже профессионалов. Поэтому все возможно, технологии возможны. Но вы спросите, а кому это надо? Значит, есть кое-кого планы. Ну, скажем так, то, что я сейчас скажу, это просто одна бабка на базаре сказала, да? Это, так сказать, неофициальная информация. Что в некоторых случаях, да, действительно, делается под прикрытием некоторой спецоперации на чужой территории. В настоящий момент высокотехнологичными странами делаются под прикрытием НЛО. То есть, иными словами, если случайно сельские жители или обыватели какие-то увидели, что кто-то там орудует, извините, в огороде или там возле воинской части, то бегут не в КГБ или там ФСБ докладывать, а в газеты или к уфологам. Это инопланетяне прилетели. Ну, и если в газеты, то, как бы сказать, все, разведчики могут спать спокойно. Потому что это будет осмеяно, будет превращено в балаган. И операция, несмотря на то, что были случайные очевидцы, операция, можно сказать, удалась на славу. Вот это делается.